А любите ли вы сказки для взрослых? Недавно с детьми читали сказку о молодильных яблоках и живой воде. Так там отец посылает своих сыновей за молодильными яблоками и живой водой. Там яблочки были золотые, листики были серебряные. Так что в литературе яблоко символизирует вечную молодость. Хочу сегодня приготовить очень вкусный и полезный десерт. А главное без сахара. Для начала я разогрею духовку. Духовку включила, разогревается она до 180 градусов. Начну с золотых яблочек, как в сказке. Ароматные. Держим пальчики. Яблоки на самом деле очень люблю в любом виде. Но для тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, при любых диетах яблоки лучше, конечно, есть запеченные. Что я сегодня и сделаю. В литературе яблоки – это символ вечной молодости. А в христианской религии, в христианской традиции яблоко является запретным плодом и символом искушения. Давайте попробуем кого-нибудь искусить. В принципе, кто какие яблоки любит. Более сладкие, менее сладкие. Красные, желтые, зеленые. Между прочим, зеленые яблоки содержат больше железа, нежели красные и желтые. Ну, это так все настолько относительно. И яблоко у нас является одним из низкокалорийных продуктов. На 100 грамм яблока получается где-то 50 калорий. Ну, если вы за этим следите. Хотя даже яблоками можно объесться так, что перебрать калории можно. Я не считаю калорий, я просто стараюсь минимализировать приемы пищи. В принципе, очень красиво. Красненькая, желтенькая, зелененькая. Вот можно и полосатенькая взять. Сегодня я буду запекать яблоки с курагой и с изюмом. В общем, что-то мы сейчас прочередуем. И изюм, и курагу. Так, а давайте мы сначала вниз. Курагу. Да? А то выпадаем, выпадаем. Хотя я очень часто именно пеку, не вытаскиваясь резинку. Положила, запекла, съела. Главное не передержать, чтобы яблоко не раскисло, чтобы имело свою форму, небольшую сыринку, но при этом не было сырым. Вот туда вот сейчас. Раз. Каждое яблочко. Два. Можно с финиками. Можно готовить с, я не знаю, с любыми сухофруктами, которые любите. Ну, понимать надо, что все-таки это все все равно калорийно, если вы прямо уже настолько следите за тем, чего и сколько вы едите. И чуть-чуть изюмчика. В литературе яблоко символизирует вечную молодость, в религии – искушение. А вообще яблоко имеет несколько значений. Это символ любви. То есть, если мы дарим кому-то яблоко, то мы признаемся этому человеку в любви. Получается, я в этом году, в очередной раз, имея урожай яблок, раздавая своим знакомым, признавалась им в любви. То есть, если я еще это мужчинам делаю, то это вообще что-то страшное. Нет, можно символизировать по-разному, потому что яблоко является символом молодости, здоровья, жизненных сил, любви и брака. То есть, интерпретировать все можно по-разному. А, по-моему, уже пора ставить все в духовку. Разговоры разговорами, но десерт надо готовить. Какие они ароматные, сочные. Так, перемещаемся. Отправляемся в духовку. Ну вот, яблочки в духовке, а для того, чтобы они стали молодильными, нужно небольшое дополнение. Но все это после приготовления. Готовятся яблоки, ингредиенты готовы. Чем себя занять? Поразвлекаться, что ли? Иногда хочется и потворить, и пошалить. Слышу яблоки. Шипят. Шкурочка на яблоки натянулась. Кстати, яблоки – хороший источник пектина. Какой аромат раздается по кухне от яблок. Они уже готовятся. Сок источает аромат. Помните, что яблоки – это не что иное, как клетчатка. Как растворимая, так и нерастворимая. В одном из предыдущих выпусков я об этом рассказывала. Что нам помогает быть красивыми, здоровыми и стройными. Творчество творчеством. Это, конечно, все очень хорошо и выдушевляет. Но скоро доставать яблоки, и их нужно сервировать. Так что все это убираю. Ну что, творческий беспорядок убрала. Теперь достаю яблоки и буду их делать молодильными. И теперь сервируем. Начну с сервировки яблока для любимого мужа. Он любит голден. Очень-очень горячий. Знаете, если вы верите в чудо мёда и грязких орехов, то можете для любимого приготовить именно такой десяток. Правда, моему мужу не стоит этого давать, потому что у меня не останется времени больше ни на что. Мёд не любит высокие температуры, поэтому мёдом только украшаем уже после приготовления. Так, вот это красиво здесь мы положим. И сейчас я вот что сделаю. Поехали. готовлю каждый раз разные варианты с разными орехами сухофруктами просто красиво может быть вот другой вариант сейчас я люблю зелененькое а я себе приготовлю с миндалем добавлю внутрь пару орешков красоты вот так же сок выпустим от сухофруктов давай 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 выходим вот молодец а можно и вот так сделать сегодня можно их и пошалить немножко позволить себе меда если конечно у вас нет аллергии полакомить стружка миндаля чем не ресторанный вариант ну что получились два вот таких варианта экспериментируем не боимся разные сухофрукты разные орехи мед без меда не увлекаемся яблоко вроде как низкокалорийное но если съесть много то будет переизбыток если вы считаете калории так что извините считаете сами а я больше одного яблока за один прием себе не позволяет но никогда на голодный желудок не ем так как фрукты вызывают аппетит зверский иногда наверно тоже я с вами не прощаюсь увидимся в следующих выпусках